Здравствуйте! В эфире Хабар 24, хроника криминальных и чрезвычайных происшествий дня. С вами я, Анастасия Шейнусова. Сегодня в выпуске. Эхо кровавого января. Пять лет тюрьмы грозит жителю области Абайза незаконное хранение оружия. Очередное ноу-хаус сетевых аферистов. Первые жертвы из Петропавловска. Телефон в дверном полотне засекли сотрудники одного из закрытых учреждений области Абай. Покой и безопасность. Как следили за порядком в праздничные дни? До пяти лет лишения свободы грозит жителю области Абайза незаконное хранение оружия, похищенного во время январских событий. Мужчину задержали в ходе совместной спецоперации сотрудников Департамента полиции и Комитета нацбезопасности. У жителя Ягоского района изъято ружье с патронами, резиновые пули от автомата Калашникова, защитные противоударные щитки, ремень с кабурой для пистолета и специальные средства. Как именно оружие и боеприпасы попали к задержанному, выясняется. Мужчина взят под стражу. Схрон был оборудован в парке ветеранов близ одной из зон отдыха. В нем обнаружено 838 патронов калибра 9 мм, которые могут использоваться в пистолетах, револьверах, пистолетах-пулеметах и изредка в других видах оружия. Патроны были обернуты в специальные бумажные контейнеры и сложены в большой холщовый мешок. Сейчас по факту возбуждено уголовное производство. В ходе расследования будут выяснены все обстоятельства по делу. Осторожно, сетевые мошенники! В Петропавловске разыскивают аферистов, обманувших местную пенсионерку на полмиллиона тенге. Для того, чтобы выманить с пожилой женщины круглую сумму, преступникам пришлось проявить изобретательность. По словам 67-летней горожанки, ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей департамента юстиции. Женщина сообщила, что пенсионерке положена крупная компенсация от фармкомпании, которая производила лекарства от давления. Препарат якобы оказался аллергенным. Легенду усилили звонки финансиста и казначея учреждения, которые убедили женщину, что для получения денег необходимо оплатить страховку, верификацию и транзакцию. Доверчивая бабушка отдала мошенникам все свои накопления и даже влезла в долги. Как уберечь пожилых людей от мошенников? Разъясните пожилым родственникам опасность интернет-мошенничества. Не доверяйте звонкам незнакомых лиц. Если заходит речь о финансовых вопросах, обязательно перепроверяйте полученную информацию по официальным каналам. Звоните в организации, от имени которых с вами разговаривали, и уточняйте, действительно ли там работают такие сотрудники. Проводятся ли акции, на которые ссылались звонившие лица. Удивительное рядом. В одной из колоний области Абай засекли необычный способ проноса запрещенки. На этот раз один из посетителей пытался доставить кому-то из заключенных сотовый телефон, спрятанный в полотне дверей. Запрещенный предмет хотел пронести 35-летний мастер, одной из мастерских, расположенных на территории колонии. Его поймали в момент, когда он заносил в здание дверное полотно после реставрации. В нем-то и был спрятан мобильник с сим-картой. Кому из обитателей учреждения он оказывал услугу, не сообщается. По указанным фактам был составлен административный протокол по статье 481, части 1 Кодекса административных правонарушений Хачеплик, Казахстан. Материал направлен в суд для вынесения решений. Попытка проноса была пресечена благодаря внимательности сотрудников из правительных учреждений, ответственно выполняющих свои обязанности. Стоит отметить, что согласно Кодексу административных правонарушений, подобные нарушения влечают предупреждение или штраф в размере 10 МРП с компенсацией предметов и вещей орудиям, либо предметом совершения административного правонарушения. На страже порядка. В праздничные дни безопасность казахстанцев обеспечивали 20 тысяч полицейских и сотрудников Национальной гвардии. Обстановка в стране в эти дни была стабильная. Министр внутренних дел страны Марат Ахмеджанов провел в столичном центре оперативного управления оперативное совещание с личным составом региональных департаментов полиции. Он отметил, что на полицию и нацгвардию выпала ответственная задача, и от каждого из сотрудников требуется выполнять свои обязанности на высоком уровне, с чем они исправились. Сознательность и бдительность еще никому не вредили. Тем более сейчас, когда недобросовестные люди только и ждут, с кого бы урвать да побольше. Не смущает их ни почтенный возраст жертв, ни их положение, только бы нажиться. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия, то делитесь информацией с редакцией программы «По горячим следам». Наш электронный адрес – кезикщеболемсобачка.gmail.com На этом у меня все. Увидимся на телеканале Хабар 24. Редактор субтитров А.Семкин